Три основные причины школьных ремонтов – это предписание надзорных органов. Школа должна обеспечивать безопасность детей, их оздоровление и противопожарную защищенность. Устранение замечаний происходит в рамках муниципальной программы «Наша новая школа». Программа софинансируется из областного и муниципального бюджетов. Только вот областных финансов в этом году хватит лишь на 10 новых окон для одной из школ. В этом году нам субсидия была уменьшена до 209 тысяч и порядка 12 миллионов муниципальных средств местного бюджета, которые мы вкладываем, это общая сумма и по дошкольным образовательным учреждениям, и по школам. То есть эти средства мы вкладываем именно на устранение предписаний надзорных органов Школа номер 2 после целенаправленного освоения 574 тысяч рублей взглянет на мир 36 новенькими оконными блоками. Кроме того, будут заменены аварийные окна в медкабинете и коридоре за счет экономии энергоресурсов. Работы по смене окон ведет тагельская компания «Европласт» быстро и качественно. Хочу сказать, что они именно по результатам торгов выходят победителями, ну и мы зиму занимались их окнами, то есть мы довольны их работой. Силами обслуживающего персонала в школе идут малярные работы. Преобразились стены и потолки на пищеблоке в столовой, произведена замена ламп в светильниках. В плане работ по электрике школе повезло, ведь шефы второй – цех электроснабжения корпорации. Мы в этом году планируем это наружное освещение подремонтировать, уже приходили они, смотрели, и заменить светильники в спортивном зале. Силами пятого цеха они демонтировали карманы у хоккейного корта у нас, потому что они большие, и мы будем уже не силами этого цеха ремонтировать еще хоккейный корт. То есть восстановим коробку и покрасить ее нужно будет, чтобы она все-таки более-менее какой-то вид имела. Помогают по электрической части подшефной школе номер 3 сотрудники цеха 38 в СМПО. К новому учебному году шефы заменили светильники в столовой и подвальном помещении здания. О том, что в третьей школе ведутся ремонты, мы ощутили прямо с порога. Общую сумму на ремонтные работы – 887 тысяч. Это ремонт фасада частично, цоколя, фасада частично и замена кабельной пожарной сигнализации, потому что она уже вышла из строя с 2009 года. Вот мы уже эту работу провели. Сейчас мы заканчиваем второй вид работы – это ремонт фасада и цоколя. И отмазки самое главное, потому что на сегодня мы сохраняем тепло и энергосбережением занимаемся. Ведутся работы по реанимации крыльца. Полностью его снести нельзя. Возведение новой входной группы потребует проекта, поэтому крыльцо переживает омолаживающие процедуры. За счет статьи техобслуживания в школе полностью заменили трубы на холодном и горячем водоснабжении. В пределах где-то 800 тысяч еще дополнительно. Это мы противогазы закупаем, затем огнетушители меняем, пожарные краны меняем. И, в общем, вот такое вот, все то, что необходимо под предписанием надзорных органов. На пороге школы номер 14 нас также встретили с кистями и красками. Кстати, о том, что мы направились к 14-й, ее коллектив уже знал. В рамках реализации программы «Наша новая школа» в 14-й установлена система видеонаблюдения. Отремонтирован кабинет музыки, соответствует нормам Санпина, медицинский кабинет, где также установлены новые окна и уложена плитка. Но самыми масштабными работами можно назвать ремонт туалетов, который ведет компания «Идрис» на втором и третьем этажах школы. Накануне учебного года директор Ирина Бурасова поделилась со съемочной группой радостью. Придет новый педагог на начальную школу. Молодая девушка, очень грамотная, очень интересная. Я думаю, детям понравится. Целую когорту педагогов ожидают в школе номер 6. В этом году списочный состав образовательного учреждения увеличится на 50 учащихся. Однако для коллектива школы номер 1 количество аудиторий останется прежним. Поскольку нагрузка на здание двойная, то ремонту подлежат те помещения, где школы пересекаются. Так в школьной столовой появились новые оконные блоки и входная группа. В актовом зале произведен капитальный ремонт полов. Финальной точкой в половом вопросе станет настил огнестойкого линолеума. Наведен марафет в кабинете кулинарии, закуплена новая мебель. Существенный момент, который хотелось бы выделить особо, это сотрудничество управления образования с корпорацией, направленное на привлечение выпускников школ в перспективе к трудоустройству на ВСМПО. В соглашении о сетевом взаимодействии, подписанном в ноябре 2013 года, предусмотрено также и обновление материально-технической базы школьных мастерских. Программа охватила пока школу номер 17 и 6. В школе номер 6 приобретено оборудование и инструмент для столярных и слесарных работ на сумму около полумиллиона рублей. Также за счет корпорации была проведена ревизия оборудования мастерских, проверены станки. Шефы цех номер 32 также не остались в стороне. Их авторству принадлежат сварочные работы. У соседей школы номер 1 ремонт кабинетов проходит своими силами. Как правило, муниципалитет нам не выделяет средства на ремонтные работы, поэтому мы осуществляем ремонт косметический в тех кабинетах, которые нам предоставлены, по договору в 14 и в 6 школе, и делаем мы, конечно, ремонт собственными силами. Сейчас вы находитесь в кабинете 6-го, вернее, 7-го Б-класса. Здесь, вы видите, сделан ремонт, отремонтированы стены, покрашены вот в таком вот интересном стиле. Значит, подготовлены и окрашены во всех аудиториях окна, двери, плинтуса. В одной из аудиторий заменен линолеум. И в двух аудиториях, где у нас недостаточное освещение по лабораторным испытаниям, установлены дополнительные светильники. Школа номер один, несмотря на отставание строительства, продолжает оставаться востребованной. В прошлом году мы набрали два класса по 28 человек при норме 25. В этом году мы также добираем по 25 человек. То есть у нас норма установлена управлением образования два класса и в целом 50 человек. Кроме того, мы набираем 10 класс. В прошлом году мы набрали 10 класс в количестве 30 человек. И в этом году тоже будет 25 человек в 10 классе. Особые требования к школам-интернатам, которые также следует выполнять. По девятой школе видеонаблюдение установка. И новое требование правил противопожарного режима. Это в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей необходимо установить бесперебойный источник питания. То есть мы дополнительно обращались в администрацию. Соответственно, администрация вышла на Думу. И нам было выделено на три учреждения 4,5 миллиона рублей. Это две школы-интерната 9-17 и наш оздоровительный лагерь «Лесная сказка». По 17-й школе кровля частичная. Приборы учета они поменяли. Также две противопожарные двери установлены. Площадка для контейнера, мусорная площадка. И также бесперебойный источник питания. Никитинская школа – это ограждение. То есть они сами своими силами часть, по крайней мере, откородились от проезжей части забором. Поставили шлагбаум, поменяли сантехнику, отремонтировали косметический второй этаж. Школьные ремонты и основные хозяйственные приобретения должны завершиться на этой неделе. 1 августа межведомственная комиссия начнет приемку школ. Вначале сельских, затем городских. Будем надеяться, что это ЕГЭ наше образовательное учреждение выдержит. И педагоги снимут малярные фартуки, чтобы наконец-то отдохнуть перед новым учебным годом.